Друзья, всем привет! Канал YoungFishers снова на связи. Возвращаемся к вам с новым видео по вашей любимой рубрике. Сегодняшнее видео будет посвящено рыбе плотва. Сразу же напишите в комментариях, о какой рыбе мне сделать следующий топ. Мы будем начинать. Всем приятного просмотра! Пожалуй нет ни одного рыболова, который никогда не ловил бы плотву. Эта рыба встречается почти в каждом водоеме. Ловля плотвы доставляет массу удовольствия и незабываемых впечатлений, особенно когда удается нарваться на голодную стайку этой рыбы. Внешний вид. Плотва обыкновенная, вид лучеперых рыб из семейства карповых. Имеет много подвидов, некоторые из них имеют собственное название – тарань или вобла. Форма тела плотвы длинная и вытянутая с высоким боком. Она покрыта серебристой чешуей, которая может иметь зеленоватый оттенок, а также темные пятна на спине и боках. Чешуя крупная, плотно сидящая. Плотва обладает двумя спинными, одним анальным, рудными и брюшными плавниками. Все плавники, кроме спинного и хвостового, имеют оранжево-красноватый оттенок. Имеет глоточные зубы. Глаза у плотвы чаще всего с оранжевым окрасом, с красным пятном в верхней части. На рыбе отчетливо видна боковая пунктирная линия. В период нереста окраска становится интенсивнее. Образ жизни. Плотва – одна из самых распространенных пресноводных рыб, обитающих в водоемах Европы и Западной Азии. Ее можно встретить в реках, озерах, прудах и водохранилищах. Плотва предпочитает водоемы со слабым или умеренным течением, предпочитая держаться ближе к зарослям водной растительности, где она находит себе укрытие и пищу. Держится на границе между течением и стоячей водой, глубиной и мелководьем. В донных углублениях русел рек. В теплые летние дни выходит на мелководье. Эта рыба ведет стайный образ жизни. Стаи плотвы могут насчитывать десятки, а то и сотни особей, что делает ее ловлю особенно захватывающей. Ведь если одна рыба клюнула, то велика вероятность, что вскоре на крючок попадет и другая. Плотва активна практически круглый год, но ее поведение и предпочтение меняются в зависимости от сезона. Летом плотва чаще всего перемещается по водоему в поисках пищи, предпочитая более теплую воду и места с обильной растительностью. Зимой же она сбивается в более крупные стаи и уходит на глубину, где температура воды более стабильна. В холодное время года активность плотвы снижается и она становится менее подвижной. Плотва может быть активна как в дневное, так и в ночное время, но большую активность проявляет днем, особенно в теплый период года. Эта рыба может быстро убегать от хищников и перемещаться в поисках еды. Она быстро реагирует на изменения в окружающей среде, такие как изменение температуры воды или уровня кислорода, и способна быстро адаптироваться к этим изменениям. Плотва ловится на протяжении года. Активный клев начинается в преднерестовый жор и спустя 10 дней после нереста, который приходится на конец марта-начало апреля. Любимые наживки плотвы – мотыль, ручейник, мелкие черви. Летом, ранней осенью рыба хорошо берет опарыша, пареную пшеницу, тесто. Для ловли плотвы преимущественно применять поплавочную удочку. В зимнее время активность рыбы снижается, но ловится со льда на реках и озерах. Обитает плотва как на мели, так и на глубине. В зимнее время плотва клюет только на мотыля, опарыша и червей. Питание. Рацион плотвы довольно разнообразен и зависит от условий обитания и времени года. Основу питания плотвы составляют мелкие водные организмы, такие как личинки насекомых, черви, рачки, а также водоросли и другие растительные компоненты. В летний период плотва активно питается насекомыми, которые падают на поверхность воды. С наступлением осени плотва переключается на более питательную пищу, такую как мелкие моллюски и рачки, готовясь к зиме. В зимний период ее питание значительно сокращается, она может обходиться меньшими порциями и реже выходит на поиски пищи. В этот период в ее рационе преобладают мелкие донные организмы и остатки растительности. В целом плотва – всеядная рыба, которая приспосабливается к разнообразным условиям и доступной пище, что объясняет ее широкое распространение. Личинки рыбы после выхода из мешка питаются коловратками, затем переходят на личинок насекомых, рачков, высшие водоросли. Молодь поедает мягкую высшую водную растительность, рачков и мелкого мотыля. Повзрослев, начинают интересоваться и моллюсками. Темп роста рыбы сильно зависит от количественного и качественного состава пищи. Размножение. Нерест плотвы – одно из самых захватывающих событий в ее жизненном цикле. Созревают и приступают к нересту в возрасте 3-5 лет. Обычно нерест начинается ранее весной, как только температура воды достигает около 10-12 градусов Цельсия. В зависимости от региона и климатических условий, это может происходить с конца марта до мая. Плотва нерестится в мелководных местах с густой водной растительностью, что обеспечивает защиту икры от хищников. Перед нерестом у плотвы заметно изменяется окраска, она становится более яркой, особенно у самцов. Также перед нерестом тело самцов покрывается пупырышками, похожими на бородавки, а тело самки укрывается слизью. Рыбы собираются в крупные косяки и начинают активно перемещаться по водоему в поисках подходящего места для икрометания. Самки откладывают икру на водные растения или другие подводные объекты, где она приклеивается и остается до вылупления мальков. За один нерест самка может отложить от 10 до 200 тысяч икринок, в зависимости от ее размера и возраста. После нереста взрослые особи постепенно возвращаются к обычному образу жизни, а вылупившиеся мальки проводят свои первые недели, прячась в зарослях растений и питаясь микроскопическими организмами. По мере роста они начинают осваивать более обширные территории водоема и включаться в стаи с более взрослыми рыбами. Отличие плотвы от красноперки. Очень часто плотву могут назвать красноперкой, но на самом деле это две совсем разные рыбы. Есть несколько ключевых отличий. Плотва имеет более вытянутое тело с относительно высокой спинкой и серебристой чешуей, которая может слегка отливать зеленым оттенком. Ее глаза часто имеют оранжевую радужку с красным пятном в верхней части. Красноперка в свою очередь выделяется более насыщенным цветом плавников, они ярко-красные, а ее тело обычно имеет более золотистый оттенок. Еще одно важное отличие – форма рта и расположение глаз. У красноперки рот направлен несколько вверх, что связано с ее привычкой питаться у поверхности воды, а у плотвы рот более горизонтальный. Глаза у красноперки в отличие от плотвы чаще всего желтоватые. Это позволяет довольно легко различить эти два вида даже при беглом взгляде. Хотя плотва и красноперка обитают в схожих водоемах, их предпочтения по выбору места обитания различаются. Плотва предпочитает умеренное течение и более глубокие места, особенно зимой. Она держится ближе ко дну, где может найти укрытие водной растительности или среди коряг. Зимой плотва сбивается в крупные стаи и уходит на глубину, где температура воды более стабильна. Красноперка же предпочитает мелководные участки водоемов с густыми зарослями травы или кувшинок, где она находит себе пищу и укрытие. Летом ее можно часто встретить у поверхности воды, особенно в тихих заводях или затонах с медленным течением. А сейчас перейдем к топу интересных фактов об этой рыбе. Факт номер один. Плотва способна выживать в водных условиях, которые не перенесут другие виды рыб. Кислая вода или недостаток кислорода. Второй факт. Плотва довольно давно появившаяся на земле рыба, с самым старым окаменелостям, относящимся к ней уже 35 миллионов лет. В прошлом представители этого рода водились на территории современных Монголии и Испании. Судя по всему, за минувшие миллионы лет они практически не изменились. Факт под номером три. Многие рыбаки пренебрежительно относятся к плотве, считая ее мелкой рыбешкой, годной разве что на корм кошке. Однако она может вырастать до 50-55 сантиметров в длину, иногда даже и больше, и набирать при этом массу, по утверждениям зоологов, до 3 килограмм. Мировой рекорд самой крупной пойманной особи составляет 2 килограмма 580 грамм. Факт под номером четыре. В Балтийском море плотва признана опасной для экосистемы рыбой. Она поедает слишком много зоопланктона, в результате чего начинает зарастание и цветение воды. Контролировать эту ситуацию помогает промышленный ее вылов, в результате которого популяция зоопланктона восстанавливается, а на смену плотве приходят более ценные промысловия породы рыб. Проблема в том, что на свою популярность в странах Европы плотва утратила еще полвека назад. В Финляндии даже приняли решение вылавливать не менее 350 тонн этой рыбы ежегодно, чтобы хоть как-то контролировать ее популяцию. Пятый факт. Плотва настолько распространена по свету, что разные государства частенько изображают ее на почтовых марках. Шестой факт. Во время нереста плотвы щуки и крупные окуни жируют. Они врываются в центр нерестящейся стаи, разом прогладывая множество рыб. Поэтому ловить этих хищников во время нереста плотвы удобно лишь в местах тусовки рыбной стаи. Притом в качестве приманки следует использовать мелкую плотву. Вот такая интересная рыба плотва. Это одна из тех рыб, которую каждый рыболов наверняка ловил и будет ловить снова и снова. Именно ее поведение, приспособляемость и неприхотливость делают плотву любимым объектом рыболовного промысла. На этом наше видео подошло к концу. Не забывайте делиться своими впечатлениями и опытом в комментариях. А также напишите в комментарии, о какой рыбе мне сделать следующий топ. Если вам было интересно, ставьте лайки и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующие выпуски о рыбалке и подводном мире. Я желаю вам всем удачи и всем до новых встреч. Всем пока-пока.